Продолжение следует... Продолжение следует... В том числе 1479 отдельных избирательных участков и голосование в этих отдельных избирательных участках будет происходить позже и закончится в 18 часов по польскому времени. Я хотел напомнить также уважаемым избирателям, что каждый избиратель, который идет на избирательный участок, он получит четыре либо три бюллетеня. Три бюллетеня получают в городах с правом повета или районных, и четыре в тех городах, где есть районы. Там будет четыре бюллетеня. Во время голосования избиратель ставит крестик или букву «Х» против каждого кандидата в каждом из бюллетеней. Некоторые бюллетени будут в формате одного листа, а некоторые будут в форме брошюр. Но все равно избиратель должен поставить просто значок «Х». Во время избирательной тишины, также во время подготовки к голосованию сегодняшнего дня, было несколько небольших инцидентов, о которых проинформирует господин судья Владимир Шримас. Спасибо огромное. Сегодня с полуночи до 7.30, по данным, которые мы получили от полиции, было примерно 137 инцидентов, которые можно квалифицировать в качестве инцидентов, которые нарушают избирательную тишину. Так, как в предыдущих выборах, были события, которые состояли в том, что кто-то срывал избирательные плакаты, уничтожали избирательные баннеры. Эти инциденты, примерно 137 инцидентов, полицейские органы расследуют эти ситуации, эти события. Я хотел также проинформировать вас о том, что было несколько ситуаций, которые имеют непосредственную связь с голосованием. А именно, в Гмине Глогу в Малопольске имело место такое событие, что во время проверки и подсчета бюллетеней, чтобы их раздать в участковые избирательные комиссии, не хватало 480 бюллетеней в отношении к тем бюллетеням, которые были напечатаны. И эта информация передана в полицию с целью выяснения, каким образом могли пропасть 480 бюллетеней. И это были бюллетни для выборов бургомистра города Глогу в Малопольске. Количество бюллетеней, которое было выдано в издательстве и которое было обнаружено во время выдачи избирательным участком, было на 480 штук меньше. Это делом занимается полиция, но мы обратили внимание также на то, чтобы в участковых избирательных комиссиях обращали внимание, не было ли каких-либо ситуаций, которые будут указывать на то, что были какие-то бюллетени, не выданные окружными избирательными комиссиями. Была также ситуация, связанная с тем, что в трех избирательных участках, участковых избирательных комиссий, в Гожовой, например, не было в течение часа электричества, но все равно с 7 часов начали проводить голосование, хотя и были определенные трудности в связи с тем, что в 7 часов утра не было достаточного количества света. В одной из гмин, в участковой комиссии номер 9, это Новый Минишев, неправильно стемплеванные, пропечатанные бюллетени участковой избирательной комиссии, но стемпеля неправильно поставлены, но эта ошибка была исправлена перед началом голосования. Была также такая ситуация, что в один из избирательных участков пришли два доверенные лица одного избирательного комитета, а мы знаем, что один избирательный комитет может представить в избирательные участки только одного наблюдателя или доверенное лицо. И председатель избирательной комиссии пытался убедить одного из доверенных лиц, чтобы он вышел из избирательного участка, но он не захотел. И по состоянию, согласно той информации, которую мы имеем на данное время, оба доверенные лица находятся на избирательном участке. Это что касается тех событий, инцидентов, которые имели место на сегодняшний день. Уважаемые дамы и господа, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, подходите к микрофонам. Если нет вопросов, спасибо вам за эту первую встречу. Очередная пресс-конференция будет проведена в 13 часов 30 минут по варшавскому времени.